Доброе утро! С вами утренний канал на Катунь24. Мы готовим вкусный завтрак и вас к хорошему дню. Мы продолжаем украинскую неделю. Сегодня у нас в гостях Иван Шиван. Доброе утро! Доброе утро, Лена! Как оно? Бодро? Бодро! Весело? Весело! У нас сегодня та программа, пропустив которую, я думаю, ну прям минус 80 к армии. А если посмотреть, то плюс точно, плюс 100. Мы сегодня варим сало. Сало настоящее, украинское. Все секреты, все до одного. Вот спеца. В общем, если надо по-быстрому сообразить какую-нибудь закуску, и у вас в холодильнике кроме куска сырого сала ничего не осталось, надо найти жменьку одну, да, жменьку с горсточку луковой шелухи. Мы заранее ее сполоснули, помыли. Обязательно ослужили? Обязательно, да, помыть ее, сполоснуть. Вот у нас такой кусочек сала. Сало, самое хорошее сало, вот по толщине вот с крестца. Крестец, это ближе к району мягких частей? Да, вот мы берем с крестца, и чтобы толщина сала, ну, 3-4 сантиметра. А у всех вот шкурочка такая тоненькая? Или вот в районе, вот как раз вот, вы говорите? Нет, вот как раз вот 3-4 сантиметра вот такая тоненькая шкурочка. Ну, что мы в первую очередь делаем? Вот у нас закипела вода. Так. Просто вода без соли, без всего пока. Сколько литров? Есть определенное пожелание объема? Вот на такой кусочек сала нам где-то, ну, литра 2,5-2, чтобы полностью погрузилось. 2-2,5 литра, да. Для такого... Ну, такого кусочка. А здесь сколько граммов? Вот мы сейчас взяли, отверили, посмотрели пол. Тут на глаз, я думаю, тут, наверное, грамм 600 сала. На глаз. 600 граммов сала отварим в 2-2,5 литрах воды. Сейчас начнем все отварить. Шелуху закладывать. Да, но перед этим мы посмотрим бодрые новости телеканала Катань-24. Утреннего канала бодрые новости, после которой начнем варить наше сало. Оставайтесь с нами. Красиво завершил карьеру, установив новый мировой рекорд. Французский спортсмен Эрик Барон во время заезда на одном из альпийских склонов разогнался на горном велосипеде почти до 228 км в час. На такое способен далеко не каждый автомобиль. Причем предыдущий рекорд принадлежал ему же. Но на этом бесстрашный 56-летний экстремал, которого журналисты прозвали Красным Бароном из-за цвета костюма, решил поставить точку и сойти с дистанции. В социальных сетях активно обсуждают необычное шоу, которое в самом центре Петербурга устроил мини-погрузчик. Механизм хаотично перемещался по проезжей части, его манипуляции напоминали своеобразный танец. Движение машин в обе стороны было практически парализовано. Водители с любопытством наблюдали за представлением. Пользователи интернета сейчас соревнуются в остроумии, предполагая, что же вызвало эти нюклюжие па. Так как все происходило перед Мариинским театром, многие считают, что погрузчик репетировал балетную партию или просто пустился в пляс от восторга, что оказался перед храмом искусства. В Саратовской области горнолыжный сезон закрыли голым спуском. На склон экстремалы вышли в купальных костюмах. Главный принцип – чем меньше одежды, тем лучше. Пусть и на склоне мороз минус 5 градусов, нет солнца и дует сильный ветер. Стартуют те, кто отважились сменить привычные горнолыжные костюмы на шорты, футболки, купальники или даже бикини. Досадный инцидент произошел в Норвегии со знаменитым лыжником Мартином Сундбем. Во время марафона на 54 километра, когда половина дистанции была уже позади, спортсмена неожиданно сбил снегоход с оператором, который снимал гонку. Падение на большой скорости было весьма болезненным. Но Сундбю быстро поднялся и не только продолжил гонку, но и уверенно выиграл ее, опередив ближайшего преследователя почти на минуту. Продолжаем. Времени зря не теряем. Ой, так уже наболтали. Показывайте, Иван. Так, берем шелуху, погружаем в кипящую воду. Уксус тут нам не нужен? Как в случае, если бы мы яйца в луковой шелухе красили? Нет, уксус не нужен. Просто луковая шелуха. Луковая шелуха, она полезна чем? Если у вас стоматит или болит горло, заваривают чай, настойку делают. И луковая шелуха. Полощут, пьют? Да, полощут горло и горло проходит. Не надо никаких таблеток, лекарств. Вот лечебное. Варим сало, полощем в горло. На луковую шелуху погружаем сверху сало. Сколько такой кусочек должен вариться? Это как спресс-метод на самом деле. Да, это быстро. Ну, минут 30. Вот он покипел, и сало готово. Потом лавровый лист. Два-три. Раз, два, третий. А перчик нужен? Перчик, да, вот тоже 3-4 штучки. У нас немолотые перец горошком. Немолотые, да. Самый ароматный. Добавляем туда. Что еще? Ну, и самое главное, чтобы сало просолилось. Да, вот. Пошли у нас ложки соли. Раз, два. На 2,5 литра, на 600 граммов сала мы отправляем 3 ложки соли. Вообще, сало больше соли в себя не возьмет, сколько ему надо. А почему? Это особенности такие вот именно... Да, вот сало оно не берет. То есть, 3 ложки вот на такую нам хватит. Это знаете, как макароны возьмут в себя необходимое, так же и сало, да? Ну, все, пусть... И оставляем в покое? Да, все, пусть покипит минут 30. А вы, Лена, приготовьте нам чеснок на терке. За кусочку? На мелкой, на крупной? Да, хоть на крупной, наверное, лучше. Ваньку. Может быть, есть любимое блюдо? Вот расскажите, что там, как там, куда там? Может быть, вы повар? Я даже не знаю, где вы работаете. Нет, конечно, я не повар, профессия у меня... Изначально я был строителем сюда, я приехал строителем. Сейчас я, ну, как бы тоже строю, ну, уже для себя. Дом? Да, построил я уже дом, уже лет 11. Так, дом, дерево посадили? Дерево посадил, сына вырастил, сыну 11 лет. О коллегах, то есть, может быть, что-то просят, говорят, Вань, принеси нам на работу настоящего сала. Да, вот на работу я сало приносил, ну, и сейчас приношу с собой. И прям, я так понимаю, съедают вот только щеки трещат. Все уходит в лед, работаю я на железной дороге. О, РЖД! Ну, не совсем на РЖД, а СИП Желдор Транс у нас в Барнауле. И вы там что-то, я так понимаю, контролируете? Ну, я... Да, сейчас я контролирую. Раньше я работал помощником составителя, потом составителем, потом дежурным работал. О, неплохой карьерный рост. Да, потом... Если правильно на работу приносить в нужное время куточек сала. Дежурным, дежурным по станции, потом какое-то время работал диспетчером ТЭЦ-3, тоже там по железной дороге. Потом диспетчером работал, ну, какое-то время тут выучился на начальника смены. Ну, сейчас продолжаю работать также диспетчером, дежурным. Ну, точно, не или нет. Могу хоть кем работать. Да, всем коллегам, так понимаю, начальству. К коллегам, начальству, всем привет. Доброго утра. Доброе утро. Я так понимаю, но сейчас это все с полной уверенностью могут сказать о том, что вы сальце-то принесете. После программы, да, кусочек мы оставим специально на пробу сала утреннего канала от Ивана Шимона. Нам нужно чуть добавить температуру сейчас, но вот во время очередной рубрики утреннего канала у нас 9 зубчиков чеснока сейчас будет измельчено, и мы сможем продолжить дальше. Оставайтесь с нами. Доброе утро. Меня зовут Алексей Шлягин. Я врач-диетолог. Только представьте, в этом супермаркете находится около десятка новых продуктов, о которых вы, возможно, слышали, но не знаете, что с ними делать. Нет, это не еда космонавтов. Это вполне обычные продукты, которые можно легко приготовить. Сегодня я расскажу вам все о том, что полезно, как выбрать и зачем нам нужны эти новые старые продукты. Горох, рис, гречку, а тем более картошку все мы знаем и любим. А вот при слове чечевица многие из вас пожмут плечами, скажут, слышали, но никогда не пробовали. В наше время чечевица незаслуженно забыта. Почему же ее любили наши предки? Итак, давайте посмотрим на упаковку. Калорийность – 332 килокалории. Белки – 22,3 грамма. Больше даже, чем в некоторых сортах мяса. Жиры – 1 грамм. Углеводы – 65,5 грамма. Прекрасный состав. Плюс чечевица содержит витамины группы В и витамин А. Чечевица – это невероятно питательный продукт. После ее потребления сохраняется долгое чувство сытости. А низкое содержание жира позволяет включать ее в рацион тем людям, которые хотят снизить вес. Главной особенностью чечевицы является то, что она не накапливает в себе тактические продукты, такие как радионуклиды и нитраты. Поэтому блюда, приготовленные из чечевицы, такие как супы, каши, котлеты, похлебки, будут очень питательны и полезны. Пачка этого продукта будет стоить от 60 до 150 рублей. Причем ее хватит на несколько порций. Питайтесь правильно и будьте здоровы! Продолжаем. Мы варим сало, трем чеснок и, как и обещали. Сегодня за нюанс коронометража мы можем изготовить только один, ведь у нас сало вареное, луковое шелухи. Сало, да, вот на этот, в луковой шелухе, варим его. Еще раз, что у нас там в кастрюле? Давайте резюмируем. Вдруг только кто-то включил окатун, утро ждет от нас. Ну, с горсточку собрали луковые шелухи, кусочек сала, грамм 600, ну, можно полтора килограмма, килограмм, да, как в душе угодно. Ну, на килограмм, на полтора надо, конечно, больше соли, то есть где-то грамм на 600 мы 3 ложки положили, килограмма на полтора надо будет 6, ну, 7 даже ложек соли добавить. Что у нас? Лавровый лист, 2-3 листика. Потом горошек, 3-4 горошка. Да, перец горошка, не зеленый. Да, 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 перец горошка. Именно перчинок, да. Ну, и все, и вот полчаса варим. И после будем натирать этим чесноком сало, да, 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 сало. Чтобы все такое у нас было ароматное-ароматное. Ну, а пока, какие у нас еще здесь есть сорта? Что останется в музее утреннего канала? Что есть? Я думаю, в музее ничего не останется. Как это приготовится? Давайте начнем вот с такого. Ну, вот это вот сало твареное, это оно относится даже... Да, его сначала помещаешь в воду, а потом каптишь. На косточке? Да, на косточке. Ну, это как наподобие кореечки. Да. Это вот обыкновенная корейка, которая продается вот на базаре. Ну, тоже это как разновидность какого-то сала, да? То есть мы можем считать такую корейку. Вот это настоящее белое сало, вот как вот говорят украинское белое сало. Расскажите про намазку. Вдруг, а если кто-то пропустил эфир понедельника о том, как варить правильно борщ, ну, его можно найти на сайте Катунь24, там есть такая штучка. Борщ можно добавлять на хлеб намазать. Да, вот белое сало, в чем заключается, что белое сало, его не только едят, его еще с него делают намазку. Вот шкурку обрезаешь. Вот, чтобы вот в борщ добавить, вот кусочка два вот таких надо. Мы его размалываем и перемалываем? Ну, раньше в ступе, как я говорил. Сейчас как? Блендером? Да, сейчас блендером можно есть в комбайне, вот в комбайне можно. То есть порезал на такую кастрюльку борща, надо будет... Ну, где-то так. Белое сало, как просто сало, режется, моется. Берем соль, перца не надо, просто соль. Сало в банку, по-простому. Воду кипяченую, остуженую, соли добавляем. В зависимости, опять же, от того, сколько вот надо... Какое количество сала у вас. Соль растворяем в воде сначала, заливаем в банку, закрываем. Какой-то маринад, да? Да, все, закрыли, и все, и сало, вот будет белое сало. Белое сало, борщ настоящее, украинский. Намазка, отлично, с ума сойти, очень советую, потому что, ну, чудесная штука. Это не паштет, это не сыр, это вообще что-то третье. Не какое-то итальянское авокадо на бруске, рядом даже, не то чтобы не стояло, даже духа его не было. Советую всем приготовить такое дома. У нас сейчас официальные новости, в это время мы еще варим сало, после которого расскажем, как с ним работать дальше, как его валять, как его натирать, и расскажем еще о том, как приготовить дома настоящую украинскую колбасу. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. Доброе утро, с вами утренний канал на Катунь24. Мы готовим вкусный завтрак и вас к хорошему дню. Мы продолжаем украинскую неделю. Сегодня у нас в гостях Иван Шимон, который рассказывает все о настоящем украинском сале. Все секреты здесь, сегодня, на утреннем канале. Доброе утро вновь еще раз. Доброго ранку, Лена. Ранку, да. Что у нас произошло? Был такой приличный перерыв. Сало готово. Сало мы отварили. Отварили его не сильно, чтобы... То есть можно побольше шелухи добавить, будет оно... Поярче. ...покраснее, да. Да, ну, так, чтобы вот оно сильно темным, красным, не было сала. По-моему, такое... Мы ему еще дадим, да. Вот оно сейчас подостыло, оно сейчас тепленькое. Сало очень быстро остывает. Да. Как сегодня выяснилось здесь, в отличие от мяса... Вот мы берем кусок сала. Здесь 9 зубчиков чесночка. Вот нам надо соли сразу. Так, то есть в кастрюле на 2,5 литра мы отправили 3 столовые ложки сала. На заметку хозяйкам, как выяснилось, сало берет только необходимое количество соли в себе. Вот посолили сразу чеснок. Заодно. Заодно, да. И вот теперь дальше... А, цвет. Дополнительный цвет для такой истории. И вот красный перчик. А насколько это должно в такой вот истории еще полежать, напитаться? Ваня, ну-ка, скажите мне. Ну, обычно вот оно сейчас тепленькое. Так, чуть тепленькое. Да, чуть тепленькое. Ну, обычно в холодильнике его поставили минут на 20. В банку или не в банку? Нет, просто вот как вот есть. Ну, самое главное, что сейчас? Вот берем чеснок и это, и натираем. Ароматы все отправляем. Да, чтобы вот чеснок с этим, с перцем питался, да. А вот такой вариант у нас нет. Здесь, кстати, мяско. Бочину. Бочину. Да, все, вот натяжаем его, чтобы... Мелесть такая. Так больше нам ничего и специй не было? Ничего, абсолютно. Соль, красный перец. Ароматная, остренькая штучка будет такая она сегодня. Вот мы его... Ну, она как бы не остренькая будет. Но все равно красная будет перчинка, но не такая ядреная. Да, 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 да. Будет очень вкусно. Верю. Тут сколько и корейка, и подкопченая, и белая, и вон сколько у нас тут кусочков. То есть от сала очень много мяса, да. Расскажите, как сделать такую вот колбаску? Ну, такую колбаску, это вот колбаса запеченная. Настоящая. Да, вот настоящая украинская запеченная колбаса. Что там? Рубленое мясо? Что там? Да, рубленое мясо. Можно даже не рубить мясо. Можно есть специальные мясорубки с большой сеточкой. Да, сеткой. Специально, которые... Да, да. Мясо закидываешь, и оно уже получается оттуда выходит как будто рубленое. Кусками. Вот на эту колбасу 2,700 где-то на порцию, скажем, даже так на порцию колбасы идет, я знаю, вот по старым этим, как дедовские делали, 2,700 сала перекручивается и 2,700 мяса. Все это перемешивается, добавляется красный перец туда обязательно, чеснок. Ну, куда же без него. Туда, туда, чеснок. Все это обжаривается на сковородке, просто слегка обжарили. Такой фарш, назовем его так. Да, да. Ну, это, конечно, все это набивается в кишку, соответственно. Варится или обжаривается? Да, сначала мы обжариваем, сначала слегка обжарили, а потом слегка подкоптили. Ну, все, получается. Готовим все колбасы, да, мясные изделия у себя, дома, на кухне. Поджариваем, коптим и вообще. Это вот так нам нужно, чтобы настоялось. Да, все, вот, в принципе, вот у нас сало готово. Мы его со всех сторон обмазали. В холодильник минут 15 сейчас вот он пропитается, чеснок впитается перец с солью. Все, сало готово. Такая нежнейшая штучка у нас будет готова. Кто бы мог подумать, что вот прям в преддверии юбилея утреннего канала, с 3 года будет в этом году, мы будем солить сало. Прекрасная история. Всего нам понадобилось 30 минут. И сало готово. Сало готово. Все секреты в сегодня утреннем канале. Резюмируем, что мы делали. Буквально через несколько минут еще раз повторим ингредиенты. Рецепт, потому что мимо пройти точно не можем, повторим еще раз после модного прогноза. Оставайтесь с нами. Неделя моды раз, неделя моды два. Штудируем модные сайты, штурмуем любимые магазины. Собираем стильный гардероб. В тренде 80-й, металлик и рюши. Самые свежие новинки ждут модниц в новых весенних коллекциях бутика Марк Кейн. Начнем разбирать последние горячие тенденции. Пока спортивные модницы растягиваются на йоге и потеют на беговых дорожках, дизайнеры тоже не сидят сложа руки. Они подхватили увлечение спортом и превратили его в полноценный тренд. Если раньше модные коллекции ограничивались лишь парой скромных спортивных маек с порядковыми номерами, то сейчас они наполнены яркими брюками и олимпийками с хищным принтом, экипировкой мотогонщиков и прочей спортивной формой прет-а-порте. Такой лук, как ничто другое, подчеркивает женскую силу и энергию. Примеряем и вперед на покорение новых вершин. Наши сердца требуют весенних перемен. Устройте маленькую революцию в своей гардеробной. Свежая коллекция немецкого бренда Марк Кейн уже ждет вас по адресу Ленина 67. А мы продолжаем. У нас сегодня все готово. Мы решили еще раз напомнить о том, как в домашних условиях можно сделать сало. Все секреты от Ивана Шимана. Всю неделю он с нами делится просто сумасшедшими рецептами, секретами настоящего борща, но сегодня вот еще и сало. Еще раз. Сколько нам граммов сала, на какое количество воды, сколько луковой шелухи, соли и прочих специй. Резюмируем и попрощаемся. У нас кусочек был грамм 600 на глаз. Три ложки соли мы добавили в кастрюлю на литра два. С горсточку мы добавили туда сразу луковые шелухи. Три листика лаврового листа. Три-четыре горошинки черного перца для аромата. И варили? И варили минут 30, да. Ну, смотря на каком огне будете готовить. Готовое мы остудили. Остудили. Заранее приготовили, натерли, либо надавили чесноку зубчиков вот на такой кусочек. Ну, зубчиков 9-10. Надавили. Чем больше чесноку, тем вкуснее сало. Понятно. Да. Заранее приготовили чеснок. Ложку соли мы взяли сверху, посыпали сало. Потом оставшуюся соль посыпали чеснок. Добавили перцу где-то с... Ну, я думаю, наверное, с... По пакетикам, да? Да не-не, чайная ложка там была. Не чайная, там побольше будет. Не-не, чайная ложечка была сверху. И все это натерли со всех сторон. Получили такое вот очень вкусное. И вот получили такое сало. Ждать не надо, когда засолится. Можно есть... Нет, все, оно готовое, вареное. Все. Какая прелесть. Мы говорим о том, что... О тех людях, которые живут вместе с нами. И у вас в ближайшее время появится центр, где можно будет там учить детей, прийти посмотреть в музей. Кто, в принципе, вообще начал эту историю, основание какой-то, я назовем так, украинской диаспоры на Алтае. Вот, может быть, кому-то можно сказать отдельное спасибо за то, что мы, в принципе, сегодня с вами встретились здесь, сегодня, на Утреннем Канале. Ну, вообще, изначально начал все это Назарчук, бывший министр сельского хозяйства на Алтае. Мы, ну, как бы все его знают. Он долгое время был председателем украинской общины. Потом, кого можно туда еще в это внести? Вот, Тёка Василь Иванович, который тоже там много... Потом Метелицу все помнят, который тоже, вот, один из, как бы, кто основал вот украинскую общину. Внес большой вклад. Да, большой вклад. Ну, он не только, допустим, Метелица, он не только в украинскую общину внес вклад, он в 2004 году, он первого лебедя в городе поставил, знаете, где на мосту Алеша, первый лебедь. И он в 2004-м его поставил, первого лебедя на трубе. И потом... Там такая стая уже. Да, теперь уже стая этих лебедей. Потом еще что. А, в 2007 году уже был он признан почетным гражданином города. То есть, ну, много, много есть людей, земляков, которые вот вносят вклад в украинское землячество. Да. Так же и я тоже помогаю. В том числе. Да, в том числе. Врослым ко всему просвещает жителей Алтайского края в каких-то кулинарных особенностях, изысках, ну, и, в принципе, секретах. Кстати, за год в России, ну, это, наверное, исследование трехлетней, четырехлетней давности. Ну, в общем, была установлена такая цифра о том, что в России и на Украине за год съедается, то есть, несколько сотен тонн сала. Да, да, да. И чувствуют себя люди прекрасно. Мерзнете зимой, ешьте сало. Сало. Страдаете, боитесь анорексии, ешьте сало. Плохое настроение, вот такой вот кусочек, обязательно должен быть в холодильнике, на кухне. Иван, огромное спасибо. Думаю, это не последняя наша с вами встреча. Думаю, да. Новый сезон у нас не с горами. Думаю, что-нибудь еще вкусное, интересное. Галушки там, вареники. Котлетки по-киевски мы приготовим в внутреннем канале. Всем желаем замечательного дня, приятного аппетита. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин